Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим одну ситуацию. В общем, не так ситуацию, а поездку Уралочки, о которой она сегодня нам рассказывала и в Телеграме уже, собственно, призналась, куда она поехала. И поехала она якобы к солдатику, который болеет, то есть в другой город за 100 километров. И как она сказала, что нам, бешеным собакам, сели и поехали и преодолели только так 100 километров. Ребят, я говорила, что Уралка всё же решит хайпануть. Хайпануть именно на солдатике. И я хочу вам показать одно сообщенье из Телеграм-канала, один комментарий, который как раз-таки был написан под Уралкиным видео, где она рассказала, куда она едет. И я, если честно, не поняла, это стёб или это просто действительно чёткая правда, но, вы знаете, я как бы двояко к этому комментарию отношусь. Позже объясню, почему, но всё же я решила поделиться с вами, ребят, этим комментарием, что Уралка неспроста. Ну, понятное дело, и так понятно, что неспроста она поехала. Ей нужны лизоблюдные комментарии, ей нужны хвалебные оды, и ей нужно побольше, чтобы её хвалили. Смотрите, что написали под видеороликом, где Уралочка сказала, что она поехала в другой город к солдатику. Анцупова Елена написала, да, Олю мама солдатика попросила и деньги перевела, а Оленька, наша добрая душа, сразу и поехала, слов нет. Молодцы, я с вами навсегда, моя любимая семья. То ли, ребят, это действительно стёб, то ли это правда. Но хочу относительно этого комментария высказать своё мнение. Я думаю, что Уралка, возможно, и не брала деньги за поездку. Хотя я не исключаю, что она могла и взять деньги. Но я поверю, что написала мама солдатика ей, чтобы они приехали. Я более в чём уверена, потому что откуда Уралке знать про какого-то солдатика за 100 километров, когда ей тысячу раз просили, что помогите солдатикам, которые находятся на передовой. Но Уралка не реагировала никак. И развели прямо, у них там ветка была про политику, и такой бардак, что просто ужас. Чего там только не писали. Чего там только не обсуждали. И какое государство там только не обсуждали. Это было страшно читать. Я даже не знаю, удалили они эту ветку или не удалили, но было. И Уралке много, очень много раз писали по поводу помощи солдатов. И вот она решила, я думаю, хайпануть на этой теме. Возможно, действительно ей написала мама солдатика, чтобы те приехали и проведали. Но, ребят, я хочу сказать, одно дело приехать проведать, одно дело хайповать и всё это снимать на видео, куда они едут. Посмотрим, ребят, что они будут снимать. Я думаю, что показуха будет конкретная. Они будут снимать и что купили, и что завезли туда. Ребят, вот посмотрите, сто процентов. Ну, нет, понятное дело, Уралке это нужно, чтобы подписчики поверили, что она поехала. Но я думаю, что там будет ролик громкий о помощи от души, от сердца. Но, ребят, я хочу также отметить, что у Абдугани в школе проходила акция для помощи как раз-таки солдатам. С 24 ноября по 14 декабря в школе проходила добровольческая акция «Своих не бросаем» по сбору гуманитарной помощи в поддержку тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине и защищает наших соотечественников. В этой важной акции приняли участие многие семьи, педагоги и администрация. На пункт сбора несли консервы, крупы, сахар, макаронные изделия, мыло, зубную пасту, носки, перчатки, чай, кофе, бакалею. И выражают от школы огромное спасибо всем родителям, детям и тем, кто принял участие в акции, всем неравнодушным. Это написано в группе школы, где учатся Абдугани. Так вот, ребят, что ж Уралочка нам не рассказывала про акцию и принимала ли она участие в этой акции? А я вам скажу, что нет, не принимала. Если бы она принимала, она бы об этом кричала. А не принимала участие, потому что снимать там нельзя в школе. Засвечивать в школу нельзя. И съёмки там явно не разрешены. И нафига им тратить деньги, что-то покупать, участвовать в этой акции, когда они сами не будут иметь от этого никакой выгоды. Понимаете? Если бы Уралка от души хотела кому-то помочь, она бы это сделала. Как я сказала, именно с 24 ноября по 14 декабря. А семьи участвовали. Да, участвовали. И очень много фотографий есть. Сколько коробок было отправлено, сколько всего было собрано. И как дети участвовали в этом. Но Уралка решила, что для неё такая акция невыгодна. Она о ней нигде не сможет рассказать. Да, потому что ей не поверят. А здесь, походу, подписчица и съёмки позволила. И, возможно, ребят, я не исключаю, что и деньги заплатила. И вот бешеные собаки за 100 километров и попёрлись к солдатику. Не ради того, чтобы от сердца помочь и посочувствовать. Нет! Нет! Да и какая от них помощь? Они что, деньги ему дадут? Нет, конечно, никаких денег никто давать не будет. Ну, приведут продукты из светофора или откуда. Но я думаю, что этот солдатик обеспечен родными и близкими людьми. Не такими, как Уралочка, бессердечными, у которых в голове только одна жратва и мысли о еде. И у таких, как Сарафан, который трясётся за каждую копейку. Здесь чистой воды, ребят, хайп. И это мерзко. Я вам скажу, что если ещё этот комментарий правда, что они взяли деньги от мамы солдата, ну, можно сказать, и на дорогу, и за то, что те приедут, то это уже мерзость. Самая настоящая мерзость. А я отчасти могу поверить. Ну, топливо же они оплачивают. Вот, может быть, за топливо и прислали им деньги. Ну, а если даже и не присылали, ребят, просто так они туда не поехали бы. Уралка и Сарафан не имеют внутри переживания за других людей. Им фиолетово, им глубоко начихать. Просто им нужны хвалебные оды. А ещё, ребят, поступки Сарафана тоже для галочки нужны. Вы же прекрасно понимаете, что он натворил в новогоднюю ночь вместе со своим другом. Да и стрим мы с вами помним про славянских женщин, что говорил Сарафан. А сколько раз оскорблял, обзывал. Мы прекрасно слышали, что Исраил говорил о президенте Беларуси, что Сарафан писал про Беларусь, какие люди там живут. И сейчас они для галочки пытаются сделать якобы доброе дело. Хотя в свою же выгоду. Им это не нужно. А вот хрипануть как раз-таки самое время. И, ребят, противно от всего этого. Сколько раз писали про помощь солдатам? Слушайте, уже столько времени писали, пишут. Но Уралочка никак не реагировала. А тут подписчица попросила мама солдатика. И эти решили урвать момент и словить хайп. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.